привет друзья и подписчики моего канала вас приветствует ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы сегодня у нас будет с вами прогулка выходного дня конная прогулка вместе со мной не забываем ставим мне лайки потому что многодетной маме удалось за полтора месяца вырваться на лошадке поездить так в основном ездит только дети а тут меня вытащили можно сказать за шкирку мама давай ты хотела покататься давай катайся и 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 на самом деле эти поездки конные для меня огромный плюс для моего настроения для моего состояния и хоть я сейчас уже не грущу но надо себя поддерживать в тонусе я оптимист по жизни просто я иногда должна опуститься на самое дно чтобы ну как бы эмоционального состояния своего на самое дно опуститься чтобы оттолкнуться от этого дна и всплыть вверх начать порхать вот вы не смотрите на мои глаза у меня просто от ветра немножко они воспалились такие красные стали и слезятся вот для лошади конечно тоже такая тренировочка по паханому полю поездить мы ей мышцы качаем вот да потому что мы ее готовим к зиме зимой она будет санки таскать надеюсь что будем кататься очень хочется пригласить в гости друзей которые у нас уже давно были это ира со своим супругом сергеем со своими детишками если она сейчас смотрит этот ролик то я ее приглашаю к нам в гости чтобы она приехала покаталась с детишками на лошади и меня навестила грустную и несчастную ой ой извиняюсь я уже не грустная и не несчастная мне уже все добрые слова сказали я уже счастливая самая счастливая блогерша в мире потому что у меня почти 140 тысяч подписчиков почти чуть-чуть осталось вот потому что вы мне пишите очень классные комментарии потому что вы меня очень поддерживаете я вам за это очень сильно благодарна вот вы знаете как вообще в продвижении моего канала значит ваши лайки очень много значит потому что если вы лайкайте значит вам нравится youtube лучше ранжирует это видео предлагает на другие ресурсы другим пользователям даже за рубеж у меня стали появляться какие-то иностранные комментарии там с израиля с бразилии что-то там в общем много иностранцев пишет с америки прям вот не русских а именно иностранцев то есть я даже пользуюсь переводчиком чтобы ответить вот ну и конечно же так сейчас извините крутой поворот вот ну и конечно же очень приятно осознавать что я своим подписчикам доставляю удовольствие своим видео своим зарядом энергии поэтому не забывайте заходите на мой второй канал ссылочку оставлю в описании там вы вообще увидите будни многодетной мамы как весело проходит конечно все бывает в жизни все бывает расстройства всякие печали огорчения главное в этом в этот момент понять что это пройдет вот все проходит и это пройдет и надо найти в себе силы переждать мне помогает в этот момент обратиться к Богу и вообще вот этот диалог с Богом его надо всегда поддерживать в сердце в душе в мозгах везде чтобы Господь освещал наше нутро вот чтобы человек уже как бы через это нутро и свое внешнее менял отношение к внешнему миру потому что когда у тебя мир на душе то и вокруг все хорошо я конечно отдыхаю вот сейчас отдыхаю но я сейчас уже еду домой потому что там меня ждут очень сильно надолго меня конечно не отпускают вот очень мне понравились ваши советы по последним видео где я выпускала рассказывала о своем состоянии душевном что надо молиться ходить в храм просить помощи Божией и очень быстро все это происходит в душе перемены после того как мы доверяемся Богу и вот знаете вот к этому вопросу мне сразу хотелось бы приурочить такую свою мысль вот меня многие спрашивают зачем тебе столько детей как ты с ними справляешься и я вот понимаю четко понимаю что я рожаю детей потому что мне их дает Господь и Он мне доверил такое количество детей я их рожаю я их люблю я о них забочусь я знаю что Господь обо мне тоже позаботится поэтому я всегда справляюсь с Божьей помощью я справляюсь конечно не в одиночку я не мать-одиночка у нас слава Богу полноценная семья мама, папа вот бабушки наши тоже по мере возможности приезжают нас навещают редко конечно хотелось бы больше но они далеко работают мама Женина работает моя мама далеко вот и она уже по состоянию даже здоровья не сможет долго с нами быть но все равно они они у нас молодцы вот что навещают находят время дают нам какую-то разгрузку и физическую и моральную вот а я хочу сказать что то что происходит со мной это нормально потому что это человеческие вообще все явления обычные и так и должно быть человек не может постоянно быть в тонусе постоянно как пружина да такой когда-нибудь она лопнет и вот чтобы не доводить себя до этого иногда иногда надо дать себе возможность расслабиться отпустить эту пружину поплакать но если уж не плачется я не знаю но я себя не чувствую вот мужеподобным да таким человеком хотя многие говорят что ты такая сильная ты такая ты можешь там много что сделать ты такая вообще волевая я не чувствую себя мужиком в юбке я вот чувствую себя женщиной да у меня много интересов у меня много увлечений я искренне вот этим всем занимаюсь меня это наполняет мне очень нравится заниматься животными вот вести это хозяйство мне самой очень интересно до чего же мы доживемся здесь то есть кто-то там писал конечно комментарии вот вы уже выдохлись продавайте все валите в город что вы сюда тогда приехали что тогда ноешь я я не ною я просто выдохнула выдохнула вот выдохнула и поплыла дальше потому что когда силы заканчиваются это надо тоже признавать нельзя все время быть как еще раз говорю как мужик как не знаю какой-то оловянный солдатик который всегда будет стоять стоять и его ничего не сдует вот я лучше присяду отдохну и дальше пойду вот так я хочу описать свое сейчас состояние да то есть я сейчас как бы в состоянии покоя отдыха если ну если это можно назвать покоем конечно покой мне только снится вот а нужен ли он не этот покой ведь вся моя жизнь наполнена вот этими событиями этими нашими какими-то достижениями я не знаю для меня вообще слово покой я его не помню я как вот вышла замуж как родила первого ребенка я забыла что такое слово покой вот но об этом мы поговорим с вами на другом канале называется он ты мама и если вы еще не подписались на него то обязательно подпишитесь а я на этом с вами прощаюсь дорогие друзья если уж отдыхать то отдыхать без камеры без телефона ну и в конце концов просто на полную катушку спасибо вам дорогие друзья всем пока всех люблю спасибо 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 и спасибо и и и и и